Володя! Володя! Вёдра-то не взяли! Ну, тогда всё в порядке, ждём! Всё, с Богом! На первый мостик едем. Тут, оказывается, прорвало весной, а мы даже не знали. Так, вон туда в сторону сверните. Так, поворачивайте, разорвачивайте. Всё, разгружайте. Я говорю, разгружайте, он тянет назад. Верни назад, как я сказал. Заторможённое какое-то. Назад! Вот здесь начинай. Тут она мешать будет. Как-то очень замедленно реагируйте. Я вёдра не видел, позвонил Володе, чтобы взял. Оказывается, вёдра есть. Мы на этом берегу не работали, а тут оказалось прорыв воды был. Палатка сейчас, мешки закройте. Если пропилен будет под солнцем хотя бы полчаса, мешки пропали насовсем, навсегда. Клади их тут. За тележку не выносите. С той стороны, чтобы тут не мешались. Так, разгружайте. Доски там всё. Это всё нам сгодится. Там где-то свою прячьте, потом найдёте. В траве рядом здесь. Нарви травы, закрой питьё. Вот так. Всё можете вытащить рядом. Положите. Сейчас начнём молиться и работать. Володя придёт. Нас тут уже будет пятеро, не один. Я тут один как-то приходил и растаскал камни вот эти. Всё, рядом клади. Всё. Тележку маленькой откатите ещё назад. Метра три. Сейчас для нас ставил ребятишек на работу. А это взрослая Оля. Я Олю поставил старшей. Гляжу, детей нету. А где дети? Ну, посуду моют. Да как посуду моют? Я же сказал, что вышли все. Ну, так, нет. Всё, снял тебя с работы. Я сразу же, немедленно её убрал. И говорю, Фрося старшая. А как я старше? Её должна подчиняться? Ну, а не хочешь подчиняться? Её не дадим тебе. Всё отошла. И села на коленки, начала собирать землю. Ещё-то с тобой будут это разговаривать. И когда всё обдумано уже на десять раз. Она как раз приехала смиряться, вот поэтому её и наносит. Ну, и это нужно. Она, главное как, подчиняться Фрося. Фрося, у неё в руках всё горит. Я говорю, она девятый год, а ты девятый день. Разница есть. Так, ребята, что нужно делать? Идёмте со мной. Вот дело какое. Так, умеет кто снимать? Давай. На, снимай, надень. Я просто думал, сейчас мы молимся и снял. Я говорю, ты надень, надень. Думать не надо, тут всё обдумано. Чего-то приближать не надо, только гляди, чтобы на экране было. Не нажми, там, где цифры бегут? Цифры? Да, бегут. Да, бегут, смотри. Господи, надо лагаться на бегут. Умудри во спасение. И трудно, что не будет напрасным. Сделай его полезным и безопасным. Аллилуйя. Аминь. Так, вот смотрите. Вода должна идти возникло. Вот. Да, да, да. Мы рассчитывали, что она вот в этом промежутке пройдёт. Ну, где вот это вот. И всё. Оказалось, что-то застыло. Вода, видимо, накатывала. И лёд поднялся вот так до этой балки. А вот до этой... Да почти до балки тут. И она, куда идти-то некуда. Она бросилась вон туда. Ну, там промыло, мы уже... Так, смотри, к воде не подходили, не урони. Там мы уже кое-что сделали, забили. Видишь, вон видно валик, где солома. Да-да, вижу. Мы возили. Да-да, тут прорва была. Теперь камнями заваливать. Мы создать должны теперь больше. Камень вот этот убрать до самого почти низу. Уперёд. Там куда-то пошло. До носа где-то вода пошла. И она в прорву. Никак не ожидал. Хотя, когда делали, я прицел имел в виду. Глянь, куда завели. Да, мне дали. А если вода пойдёт, у нас сливать там нету. Так и получилось. Мы этот край должны будем поднять глиной. А сверху ложить камнями. Видите как? Вот это вот надо будет поднимать. Камни отвалить. Здесь создадим бровку. А сверху камнями давим. Вот когда будет угород до... А тут доски проложим, чтобы она по доскам... Вода эта отгрёстывала, иначе размывать будет. Всё понятно? Начинаем. Камни до сих пор... Откатывайте их. Которые лежат на той стороне, тоже поднять. Всё. Далёко не надо. Ещё-ещё подальше маленько. Вот так. Вот на этом уровне. С этой и с той стороны. Дальше уже не надо. Тут валик будет. Даже самые маленькие камушки убирайте. Ни одного камня не оставьте. Мы их далёко возили. Бутовые камни у нас нет. Так. И попутно. Смотрите. Когда здесь пойдёте, в воде, которую упали, можно достать. Достаньте. Вот до сих пор мы будем наваливать валик здесь. в землю. Подвозить вон оттуда будем. На тележке. И мы должны вот этот валик создать. А там доски. Когда вы уберёте, мы доски проложим там внизу. Вот. Понятно. Всё. И вот этот камень. Вот этот вот. Смотрите. Выбрать его здесь. Донизу. Вот этот вот есть. Не выше этого оставить. Вот так вот. Куда? Да. Пока убрать. А потом, когда мы здесь валик-то сделаем. И тут не надо. Смотрите. Там камень до конца идёт. И вот до сих пор вода может течь. Но мы её собьём туда в угол чуть-чуть. Сейчас надо насыпать земляной вал и прижать камнями. Камни более-менее плотно друг к другу. Всё. Начинайте. А я на этой стороне. Володя сейчас приедет. Мы эту сторону начнём долбить сразу. Смотри, какой промыв был. Вот. Вот сколько. Я сейчас даже покажу. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре метра промыла вода. Промыла. И вот сколько здесь. Ну и так метр. Ну и так полметра. Ну во всяком случае кубометр три-четыре у волокло. А там ещё больше. Почему? Мы не ждали этого. Корченские приезжали и говорят. У нас та же история. Говорит. Вода когда снег захрясет. И вода идёт поверх. А поверхность она не в русло идёт, а по сторонам. Когда мы начинали вот это. А здесь прорва была. Шириной метров около десяти. И глубиной метр примерно. Тут проезда не было вообще. Сначала мы завалили первый год землёй. А потом кирпич. Там внизу кирпич до самого дна. Бульдозер надавил. Потом мы проложили солома немножко из земли. И заложили камень. Всё. Нам больше ничего не надо. Можешь останавливать. Сейчас на воду не дойдёт. Закрывать просто? Нет. Надо не так делать. А вот эту нажать. Ты зачем? Спрашиваешь, а сам уже захлопнул. В тот раз и... Не так. Гляди внимательно. Цифры видишь? Теперь гляди. Я нажимаю. Только начали работать. И машина пошла. Это Игорь Валентинович едет. Вот он. Счастливо! Дорога тебе! Да. Счастливая. Давай. Он молоко покупает, сливки делает и ездит в город продаёт. Молодец. Дружина. Жена у него искусница, огородница. Самая ранняя. У неё там разное. Семеро ребятишек. Вот так. По славу Божию. Вот он работает. Дальше всех виталиях там носит. Тут некогда будет. Отрабатывать будет. Тут некогда будет. Отрабатывать будет. Ну, тут уже она будет. Я щешусь. Щешусь. То есть быстро едет. Перевожу слова на эти. Это вот у нас на первом мостике. Тут прорывы были. Вода поднялась, я не знаю, наверное, больше метра. И вот сейчас мы бутовым камнем. Вот посчитай сколько укладываем. И вот так в два ряда. Между ними забиваем. Забиваем как солома и земля. Вот Виталий вдолбит Володя. Виталий вот носит. Дальше укладывает. Вот так. Смотри каким боком положить. Как. Чтобы вода меньше протекала. Делаем не на один день. Вот как говорила, до велосипеда дойдет. Дальше уже вверх пошла. Летом бы это не надо. Но тут весна. Половодье. Она все начала размывать. Эту стенку мы выведем. Это главная стенка. И вон там вторая. На той стороне. Придется выбирать ее. Повыше взять. Ну сделаем. Господь дал хороших работников. Я еще с Мариной только. Владимир Юрьевич Галендухин работает. И Ездра. Труженик восстанавливает город наш. Виталий тут порвал. Сколько вот это. Осоки. Сейчас она в дело пойдет. Если соломы то не будет. Осокой забьем. Лежим перехватить землю. Это камень очень тяжелый. Володенька не упади. Ну вот тут мы. Вот где вода течет. Вот она слабая. Ну и течет ее. Видно что она течет. Я вот покажусь сейчас. Видишь как. Покрасили. Я влюблен в российский флаг. Он божественный. Жизнь земная. Думать о небесном и белый престол. Суд божий. Таких флагов нет в мире больше. Никогда не было и нельзя создать. Только такой же. Видите какая работа. Вот здесь идут в три камня. Почти. Сейчас четвертым накрою. Ну и тут сантиметров на 70 поднимется. Можно еще подпирать. Володенька. Вот здесь. Да. Вот так. Пологод сделать. Землей перемешать. Надпись сделали. Чтобы люди не боялись переезжать. Немножко подвалить надо будет. Снизу подвалить надо будет. Не знаю. Посмотреть надо. Я сам никогда это не делал. Приглядываюсь. Сказать надо отвечать за это. Перил. А вот переходить. Когда вода весной идет. Это высоко. Сантиметра 90 наверное. Ну это в весе. В летнем состоянии. Дорога идет. Это в сельсовет. В Корчино. В Шарчино. На урывку. Ну это связь. И оттуда уже машины пошли. Там надпись сделали. Вырезали железные или какие там алюминиевые буквы. Потеряевка и стрелочки. И чтобы было видно там красным всякое. Привлечь внимание. То люди не знают где блуждают. Близко друг другу не сделай. Чтобы там можно было заложить. Ладно. Смотри. Какой вот уровень. Сколько надо. В городе этого ничего нету. Даже желал бы нету. А вот какие растут камыши. И какие бальки. Вот это бальки у нас называется. Очень опасная. Это как бигфордов шнур. Зашаял. И может там говорится неделю. Когда она сухая уже. Теплится и все. Искра. И потом загорится. Ну граната настоящая. Поэтому детям не даем играть. Она опасная. А это лага. После нового потопа оставили. Это вот бетонное сооружение. Коровам переходить. Павел делал. Сам один бетонировал. Бетон завозил. Делал. Ну. Один раз я пришел. Тут воду прорвало. И туда хлынуло. Оттуда. Харьки наверное. Как полезли оттуда. Харьки. Это очень опасно для птиц. Вот сколько я смотрю. Вот смотрю. Вот сколько Виталик. Камень за камнем. Тут думать некогда. Обвинять некого. Только работай. Твори молитву. Там мы поднимем еще. Сейчас в один камень пойдет. Ага. Понятно. Все как надо. Пробивай. Деревенская жизнь. Восхваляю. Как с трудом довозили камень теперь. Вот сегодня ветер в ту сторону дует. Когда самый большой тополь можно повалить у нас. Но нет никого. Кто умел бы это делать. Надо домкрат завести вовнутрь тополя. И давить его. А с той стороны тянуть. А у него крона. Сейчас ветер помогает. Ну и никто потеряет этим заниматься не будет. Самый большой опасный тополь. Старый. Он если рухнет он дом убьет до земли. Ну все пока. Так. Это мы на первом мостике сегодня целый день работаем. Пять человек. Прорвал огласной валик. Пошла вода не туда. У вас не получилось не хорошо. Сделайте чтобы они были двойные. Еще принесем. Не посередке. Чтобы придавили те камни. В два. Там вон помните как. В два. Чтобы они на половину камень один взяли. И на половину другой. А вы там отступили от краю-то. Так. Теперь второй здесь. Мы сейчас принесем. Привезем. По маленечку водичка идет. Наше ограждение. Люба мило посмотреть. Я похожу бабушкам. Именно три бабушки. А то мы сейчас вывозим на другом. На той стороне возвели до обеда. Вот она поднимается. И борт. Потому что вода тут не могла пройти. Застыл лед. И она поднялась на метр выше уровня расчета. И пошла нарвать берега там. А сейчас мы возвели вот из бута. И забутили внутри. Как пустотело. Внутри солома. И глина вот набирается. Набивается. И камни. Камни. Дно камнистое. Букву я съела солнышко. Мы не виноваты. Камнистое. 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 Но камнисто это что? Что-то неладно? Нормально. Нет. Вы говорите. А. Какое у Е то вы говорите? Камнистое. Е. Е нету. Дно камнистое. А тут его и не было наверное. Ну. Это писал кто. И выгорело. Чтобы люди подъезжали знали что в воде тут. Тут яма была. Лет 20. Яма проезжать никак нельзя. Промытая. Я говорил. Никакая труба не держит. Такое половодие. Все смывает. Трубы лежали. Все ушло. Проложите трубу. Они не знают просто здесь состояние Сибири. Я сказал сделать как горная река. Она протекает. По ней проезжает. Она по булыжникам идет. Вот сейчас ребята выбирают там где можно камни. Это Ездра у нас вчера крестился. Ездра звать. Запомните. Первый. За 2000 лет наверное. Описание. И Володя Пащенко. Дядя Вова мы с тобой. Вот так. Ну а там летали с Галендухиным Владимиром Юрьевичем. Грузят 16 ведер глины там копают и везут сюда. Ну и вот таких допустим 30 или больше. Володя иди помоги снести. Вот сюда вот. Убери эту толкушку. Так. Вы сейчас проходите сюда. Ну и остановитесь вперед. Вперед. Чтобы ведра сняли. Чуть-чуть облегчили груз. Иначе сломаете тележку нашу. Так. Проходи Володя. Тут просыпь где надо. А где? Ну там не надо. Не надо. Ну там впереди там сыпь. Впереди. Сейчас. Тут надо как раз и надо сейчас сыпать будет. Вот здесь рассыпьте ее. Поверните и здесь. Где стоите тут и сыпьте. Поверни маленько. Так. Теперь посмотрите как делается. Ну опускай туда. Поднимай кверху потихоньку. Поднимай кверху. Поворачивать я не говорил. Я говорю поднимай кверху. Ну отпускай ее. Поднимай кверху эту. Все. Надо было поближе. Не надо ближе. Там соломы все время будем подсыпать. Потихоньку. Да, да, да. Ну просто ломят эти оглобли. Говорю опускай. Нет. Один туда, другой сюда. Да. Все поднимайте. Ну она же дряхлая. Так. Наверное один раз еще съездите пополам. Я даже не знаю надо или ехать. Сколько еще? А. Володя хватит нам этого? Да не знаю даже. Ну вот здесь вот в принципе хватает все уже. Хватает? Да. Ну все тогда больше не надо. Там нету. Ну давайте сейчас камушки в тех набирайте. Вот там у нас забиты нет до конца. Нету еще. Нету. А там хватит? Хватит. Ну давайте еще привезите одну. Идите. Еще последнюю. Мешок там камушком придавите. На дороге лежит. А потом камни отсюда будете его набирать. Поаккуратнее с тележкой. Это оглобит. Отломите. Давай до этого вот. До мешка дойдешь и хватит. Тут никаких камней. Ничего уже не будет. Только сверху камушки наложить. Нет. Там да. Только камни. Вот здесь вся солома. Давайте соломой просевай. И сразу начинайте трамбовать. Первый день сегодня послали послугов из наших роботов. Они сейчас на полтора раньше пригнали. Лена звонит. Часы что-то не так. Ну, узнаем. Я их не нанимал. Ребятишки. Пасти некому двое из Барнавола наши. Ребятишки. А от них то с чего попросились. Они в четвером малышей там совсем маленькие. Ну, домой захотели, наверное, коров-то и турнули. А что корова не наелась, не напилась, это их не касается. Я понимаю. Это закладывается все-таки. Вот мы выросли на полях с отцом. Отец пастух. Нам ничего не надо было говорить. Мы каждый день видели это. На какой траве, какое время, когда поить надо, сколько обед. Часов не было. А определяли время точно. Чуть-чуть солнце где-то выглянет. Головой шатаешь, видишь, где твоя тень ходит. Шесть шагов тень на ровном месте. Все, пора домой. Потихоньку. Сверху, чтобы камушки наложите, вот так вот удавите. Ну и рассыпайте теперь землей, потом еще раз насыпьте. Поднимайте вал. Мой баргузин. Пошевеливай. Вода течет вот здесь отсюда. Она родниковая. Я уже попил два раза ее. Хорошая вода. Никакая зараза не пристает. Одно удовольствие. А сколько начали сегодня мы на работу пришли? Часов девять-то пришли, нет? А? Так, девять. Да, пришли. А сколько сейчас? Сколько сейчас времени? Оля, посмотри. Двадцать пять восьмого. Восьмого? Да. Ну тогда домой надо идти. Это что ж такое? Это мы все еще работаем. Вот выложили две на этой стороне. Все, что нас потеряли. Все, складывайте инструмент. Ну, обратно уже мы не идем. Высыпай там по дорожке. Да, 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 да. Вот где машина идет тут. Рассыпь только пошире, пошире. Чтобы люди могли проехать. Вот и все. А тут туда дальше. Убери, которые сильно такие, утопи. Чтобы люди могли проехать и поблагодарить Бога. Ну, а там-то каменистое одно. Здесь вот именно на глину заезжать. Тут надо смотреть. Вот все закладывают. Что у нас с собой тут было. Так, бутылки свои взяли. Так, посмотрите, что кувалда лежит, нет? Лежит. Берите, это ваша. Я убрал. А, убрал. Володя, а кувалда где? Здесь она, нет. Там. Там. Под лопатами кувалда. Так, посмотрите, две лопаты и та совковая, третья. Да, да. Ну, мы никуда как будто не разбрасывали вещи-то. Выдержали ножов. Вот оно как получилось. Какой вал сделали, бро. Бордюр сказать. Один. И вот это вот второй. А там он третий. Весной, чтобы вода не прорвала. Никто ни копейки не платит. Нигде. Никто. Никто не получает из нас за это. А люди могут проехать дорогу. Государство могло бы делать. А к нему обращаться у них и так дел хватает. Раньше к нам приезжал Куфаев, а потом собирал учителей, завучей там, каких-то работников и говорил. Говорит, был в детском лагере. Там трудовой. Работают все. Все. Говорит, инструменты там, качели, все сделали. Ничего не просят. Ну, ему надоело все. А тут каждый день дай, дай, дай. Почему это так? Это мне участник этого совещания сообщил. Молимся? Да. Давайте поблагодарим Бога. Давайте. сюда мы встанем вот так, чтобы тебе было видно. Можем вот так встать. А нет, можете туда. Все нормально. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Ты давал нам возможность Святой. Велись, обходи лица. Это еще заповедь дана была в раю с человеку Адаму. Благодарим Тебя за эту святую возможность. Иметь свободу и трудиться. Благослови правителей в этой стране. Умудри их. Сохрани их от покушения на них. Вложи им божественную мысль. Не утеснять народ. Господи, сжайся над ними. Не дай им погибнуть в этом состоянии. Сколько недовольных людей ими. Научи нас ценить это благодатное мирное время. И даруй духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам и пасхам. И нас помилуй и милости Твоей ради. Води нас с Духом Твоим Святым. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос, братья. Слава Христу. Получилось как нам. Теперь остались огородные дела. Но там проще. Что ты, брат? Умиление, видимо. Слава Христу. Я думаю. Так, все? Все, да? Да, все у нас. Ну, ты можешь так вот пройти, показать подробно эту, эту и там, и эту. Заснять. Когда они пойдут, там подождут. Так, во всей проекции, во всей длине. А ты шагами измерить сейчас сколько? От того до того, да? Да. Не до того, а до конца этого, а потом там ухачал от того до того. Вот по тому краю промер. Вот сколько мошки. Да. Начни отсюда мерить метром, чтобы метровые шаги делали. Вон там я ездры промерю. Берите. Николай, это Владимир, бери, тащи. Помогите ему перетащить. Одиннадцать. Одиннадцать. Проводит. Одиннадцать до промыва. Одиннадцать. Да, теперь дальше посчитай на сколько. Вот так вот. Слава Богу. Господи, на меня есть. Виталий говорит 12 11 на 12 Включается 23 И умножаем 46 метров Возвели 45 метров Возвели Теперь туда все Оберни и покажи Чтобы было видно Вот поворот как сделан Подумай, ничего мы не забыли Да вроде еще Ну вот так вот, слава Богу Аллилуйя Слава Христу Ну вот так вот Возвели Класс